Сколько длится декретный отпуск? Один из вопросов, интересующих будущих матерей, сколько длится декретный отпуск по закону, освобождение от работы или учебы в связи с беременностью, родами и уходом за ребенком составляет от 140 дней до 36 месяцев, его точная продолжительность определяется рядом факторов. По общему правилу родитель или опекун получает детское пособие, пока ребенок не достигнет одного года и шести месяцев, декретные выплаты. До трех лет за некоторыми исключениями не производится. Что такое декретный отпуск? Не существует такого юридического понятия, как декретный отпуск, это устоявшееся расхожее обозначение двух разных отпусков, которые следуют непосредственно один за другим. Беременность на поздних сроках, которая заканчивается родами. Последующий уход за ребенком. В этом значении употребляется в настоящей статье словосочетание декретный отпуск. Пора в декрет, труд женщин и лиц, на которых возложены семейные обязанности, регламентируется Трудовым кодексом Российской Федерации. Из статей 255-256 можно узнать, сколько дней продолжаются декретные периоды, а статья 257 специально касается работников, усыновивших детей. Продолжительность больничного по беременности. На определенном сроке непосредственно перед родами трудоспособность женщины снижается, поэтому она вправе получить больничный, в ТК. РФ он называется отпуском по беременности и родам. Работодатель предоставляет его по заявлению женщины. Обратите внимание, основанием для оформления больничного служит листок нетрудоспособности, который составляет акушер-гинеколог или врач общей практики. При необходимости в женской консультации или у врача, ведущего пациентку, можно получить несколько экземпляров листа, чтобы узнать сколько длится декретный период, нужно обратиться к ТК РФ. Согласно российскому законодательству, право на его получение имеет женщина, беременность которой составляет 30 недель, так называемый акушерский срок. Общая продолжительность больничного, 140 календарных дней, из которых 70 приходится на дородовой период, а оставшиеся 70 на послеродовой. Его можно увеличить, но для этого должны существовать дополнительные факторы. В случае усыновления или удочерения отпуск предоставляется с момента вынесения судебного решения и до истечения 70 календарных дней, отсчет которых начинается с даты рождения ребенка. Обратите внимание, этот вид декрета предоставляется полностью независимо от количества дней, которые будущая мать использовала до родов, врачу бывает. Сложно рассчитаться точную дату, поэтому дни до родового отпуска не будут потеряны для роженицы, а просто перенесутся на послеродовой период. Больничный по беременности и родам. Больничный оформляется исключительно на женщину, в отличие от отпуска по уходу за ребенком. На времени трудоспособности ей выплачивается пособие по социальному страхованию. Такие выплаты полагаются трудоустроенным женщинам, в том числе занятым на военной службе, учащимся, безработным, зарегистрированным на бирже труда. Для женщин, работающих в организации более двух календарных лет, сумма пособия за каждый полный месяц декрета соответствует среднемесячному заработку, рассчитанному за указанный период. В остальных случаях она определяется на базе минимального размера оплаты труда. Считает и платит пособие работодатель, либо этим занимается непосредственно Фонд социального страхования, если на соответствующей территории. Реализован проект «Прямые выплаты», инициатива не новая, но повсеместно пока не внедрена. Важно, если будущая мать имеет несколько официальных мест работы, оформить больничный перед родами нужно в каждом из них. Сколько длится отпуск по уходу за ребенком? Для ухода за ребенком после рождения законом установлен декрет до трех лет. Это время не считается перерывом в трудовом стаже, а за заявителем сохраняется место работы, должность. Отпуск предоставляется по отдельному заявлению женщины. Однако, помимо матери, указанный отпускной период полностью или по частям имеют право использовать следующие лица – отец, бабушка, или дедушка, другой родственник, фактически осуществляющий уход за ребенком. Уход за новорожденным. Усыновители также могут воспользоваться своим правом на отпуск по уходу за ребенком в соответствии с ТК РФ. В этот период женщина имеет право на социальное пособие, которое выплачивает, как правило, работодатель. Пособие предусмотрено только в течение 18 месяцев и составляет 40% от среднего заработка заявителя. Выплата по уходу оформляется только у одного работодателя, даже если работник трудится на нескольких предприятиях. Если отпуск берет кто-либо из родственников ребенка, выплаты производятся по месту работы такого лица. Дополнительная информация. Весь период для ухода составляет 36 месяцев, однако по общему правилу по достижению ребенком 1,5 лет выплата пособия прекращается. Декретные до 3 лет выплачиваются только в ряде регионов и лишь определенным категориям семей, которые особо нуждаются в поддержке. Государство, например, после рождения третьего ребенка. Как продлить или укоротить срок отпуска? Длительность отпускного периода по беременности и родам можно увеличить. При многоплодной беременности листок нетрудоспособности оформляется уже на сроке 28 недель, а его общая продолжительность составляет 194 календарных дня, 84 и 110 дней после родов, соответственно. Если работник усыновляет двоих или более детей, отпуск составит 110 дней с даты их рождения. Больничный лист можно продлить на 16 дней в случае сложных родов. Делается это в той медицинской организации, в которой принимались роды. Кроме того, для беременных, проживающих на территориях с правом отселения, зоны радиационного загрязнения, до родовой отпуск увеличивается на 20 дней и составляет 90 дней, всего 160. В случае осложнений к послеродовому отпуску также добавляются указанные выше 16 дней. Таким образом, весь период больничного составит 176 календарных дней. Если речь идет о вынашивании двойни или более детей на территории с указанными экологическими проблемами, срок больничного становится самым долгим, достигая 214 дней, 194 плюс 20. В случае родов на 22-30 недели продолжительность больничного составит 156 дней со дня события. Документ выдает организация, в которой произошли роды. Обратите внимание, если женщина желает, она вправе оформить ежегодный оплачиваемый отпуск согласно статье 260 ТК РФ перед выходом в декрет по беременности и родом или после неволи, либо после окончания отпуска по уходу. Доктор, наблюдающий пациентку, не имеет права открыть больничный лист позднее начала 30 недели, однако сама женщина может уйти в декрет. Позднее и сократить предродовой отпуск, это она должна указать в заявлении. Мать или другой член семьи, непосредственно заботящийся о ребенке, вправе выйти из отпуска по уходу до срока его окончания, написав заявление. Сделать это можно в течение установленного срока, образец заявления о досрочном выходе из декрета. Таким образом, минимальный срок больничного по беременности и родам в России составляет 140 календарных дней, максимальный – 214. Сколько продлится декрет да и непосредственно после рождения ребенка, зависит от экологических условий места проживания будущей матери, наличие осложнений, а также желание самой беременной, если она готова оформить больничный позже установленного законом срока. На время ухода за ребенком до полутора лет для работающих или учащихся матерей предусмотрены выплаты, а декрет до трех лет оплачивается. Только в некоторых регионах и лишь при определенных условиях.